всем привет меня зовут эдуард кичигин и сегодня поговорим про странную штуку про колонизацию марса про архитектуру которую придумывают для марса для того чтобы туда пришла возможность дышите нам ну не знаю нам нашим потомкам но в общем архитекторы уже занялись проектированием городов но некоторые делают идеи городов некоторые идеи модулей жилых домиков и я слежу за этой темой мне очень интересно и поводом для этого видоса послужила совершенно сумасшедшая идея каких-то двух малазийских дизайнеров да вот они придумали следующую очень странную штуку они говорят нам нужно найти на марсе воду окей если мы находим на марсе воду то мы можем до него пробуриться она наверняка где-то там внутри окей супер если мы найдем на марсе воду то мы можем привести на марс бамбук побеги молодого бамбука и мы построим город с помощью этого вам бука и что мы сделаем мы привезем на марс эти побеги молодого бамбука посадим их в эту воду они за три года потому что бамбук это быстрорастущие растения вырастут для приемлемых технологических параметров мы этим бамбука и побеги срежем и из них скрутим вот эту вот внешнюю структуру для домиков на марсе сейчас мы посмотрим как это все должно выглядеть по их задумке ну как то вот так как то вот так это все выглядит и на 3d модели забавные текстуры дерева которые немножко напоминают паркет ну в общем ребята может быть заморачивались в общем все это предлагается сплести из того бамбука который будет обращен на марсе очень смелые перспективы но и выглядит все честно говоря довольно антураж на антураж на вот в этом марсианском контексте вполне себе в общем что они говорят они говорят что они провели большой research потому что вот как люди предполагают вот эту вот экспансию колонизацию марса большей части студии уповает на то что они будут использовать технологии 3d печати это часть студий некоторые студии уповает на то что они могут использовать материалы марса и из них уже начать строить и вот эти ребята говорят мы видим еще один путь еще один компромисс давайте думать вот в эту сторону и потому что бамбук это вся вот такая вот природная история этот материал доказал свою работоспособность на протяжении тысячелетий поэтому мы возьмем его на марс и по старинке будем делать домики из бамбука и в общем каждая модульная капсула в колонии будет строиться в течение шести лет с высадкой исследователей и обнаружением подземного замерзшего льда для использования в качестве источника воды на первом этапе разработки и после того как вода будет обнаружена на планету будет отправлена сама раскрывающие среда обитания который содержит пробеги бамбука бур он должен пробить этот подземный лед вытащить оттуда воду и обеспечить водой этот бамбук и когда через три года бамбук вырастет он будет удален из камеры роста разрезанный и сплетен вокруг вот этой вот структуры архитектурные с помощью роботов но и ребята прошли дальше они сказали что когда он вот этот технологический там будет закончен бамбук будет накачан валой и которые вода она замерзнет мастер марсианском климате и обеспечит еще один слой защиты для колонии в общем лично я скептической к этой идее но мне она нравится своим уровнем накала безумия нет да один из любопытных аргументов которые они приводят это то что бамбук быстро увеличивается в массе это есть пересылая туда побеги и выращивая бамбук там люди экономят на том чтобы перевозить вот этот вот ну минуя дорогостоящую технологическую стадию перевоза материалов земли туда на марс забавно и вот они говорят что бамбук сам по себе не может работать в экстремальных условиях марса но в комбинации с технологией и с другими материалами такая теоретическая возможность есть почему бы ну то есть они предлагают направить мозги человечества не только в 3d печать не только традиционное строительство но и подумать немножко вот такие вот варианты проект называется всеми жизнью и вот в общем в этом есть какой-то смысл мы берем то что мы сформировали то с чем мы родились то к чему мы привыкли на земле и инк людям их в чуждую атмосферу марса что нет с биологией марса нос этой как с бактериологией ну короче все что там находится в состоянии в таком уникальном я честно говоря себе не представляю это мне напоминает странную ситуацию когда пейзажи стеки когда происходило наступление растений старого света на новый цвет когда вместе с колонизацией вот который происходил этом англии франция привозили и только новые паттерны поведения и экономическую ситуацию и все прочие моменты на новые земли открытые захваченные но привозили новые растения и выяснилось что растение старого света они настолько живучие они настолько упертые они настолько агрессивные что они вытесняют растения вот этой вот среды куда они были интегрированы это интересно и вот я продолжаю вот эту мысль думаю что произойдет если там восстановит атмосферу я думаю растение сформированные на земле но они да не знаю что вы думаете сами пишите в комменты это любопытно в общем проект называется семи жизни его можно загуглить в интернете сейчас покажу еще пару рендеров пара картинок в общем в разрезе это выглядит вот таким образом я смотрю на эту структуру немножко с удивлением камеры довольно компактные они построены видимо вокруг вот это вот буро который выкачивает воду из ледников сформированных на массе марсе и видимо здесь происходит какой-то вот этот момент инкубации выращивание растений вот между капсулами мы видим сформированные но елочки это я не бамбук какие-то единственные странные растения вот сбоку космонавты пытаются найти внутрь а наверху бегают люди и то ли у них восторг то ли у них битва посмотрите на капсулу справа наверху там явно идет какой-то файтинг они борются за что за кислород слева в капсуле человек куда-то бежит панически внизу кто-то приседает то происходит ну в общем разворачивается драматическая история я думаю не закладывают вот этот некоторый момент драмы в свою проектную идею и если мы посмотрим на разрез но то тоже особо то ничего понятного а ну нет нет более-менее все ясно окей вот эта вот структура ну окей вот так они выглядят еще раз посмотрим на рендеры вот такие фантастичные я даже не знаю как назвать колбы колбас плетеные из дерева в общем это завода надеюсь варс развлекла эта мысль если у вас есть идеи по поводу того насколько это все жизнеспособно то делить в комментариях я опять же отмечу что настроен по отношению к этому скептически но как такая веселая фантастичная мысль то почему бы и нет я думаю почему бы и нет в общем вот если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на канал и внизу смотрите в описании к видео много моих уроков по старинной графике и по современному скетчингу и местами есть про 3d моделирования и про вот эти штуки и арабские тоже есть то есть моя тема проектирование и скетчинг и охватывает то те способы выражения проектной идеи которые были от самой древности до самых новых технологий довер об ских виртуальной реальности но в общем вот и это все мне интересует конечно в разрезе проектирования меня зовут эдуард кичигин всем чау-чау